Люди, я отнюдь не москвич, хотя сейчас там живу, я даже не в Москве живу, я живу в Королёве, в Наукограде, в космической столице, как говорят, да, чему, в общем, очень рад, потому что город у нас, ну, он побольше, конечно, чем Огненск, но тоже очень, я не знаю, у вас тихо ведь, да, наверное, и у нас очень тихо, и я так счастлив, мы живём прямо на кромке Лосиного острова, то есть мне больше вообще ничего не надо, я выхожу, у меня за домом начинается лес огромный, заповедник, вот, поэтому мы в чём-то очень похожи в этом смысле, и потом, когда я закончил в Нижнем Новгороде музыкальное училище, я оперный вокалист по образованию, я уехал жить в город Санкт-Петербург, и прожил там где-то около шести лет, значит, мне очень повезло, я попал в такую очень, в такое интересное общество рок-музыкантов, ну, таких, как, например, там, Борис Борисович Гребенщиков, Юрий Шевчук, Сергей Чиграков, там, ну, в общем, огромное количество, целый пласт, и мне кажется, вот, я понимаю, что песням никто тебя не научит, то есть вообще, вообще реально это научиться писать песни или нет, я не знаю, честно говоря, но одно я знаю точно, что вот это очень полезно находиться в обществе таких вот гениальных авторов, когда ты вот в их ауре оказываешься, ты как будто напитываешься чем-то таким фантастическим совершенно, чему ни один институт, конечно же, тебя никогда не научит, я очень ценю этот свой период, и, значит, в прошлом году большие такие дни рождения, юбилеи отмечали два очень важных для меня автора, это вот как раз Борис Борисович Гребенщиков и Андрей Вадимович Макаревич. И, значит, в день рождения Макаревича на Фейсбуке был одним московским музыкальным критиком опубликован пост, значит, в этом посте были выдержки, фрагменты из автобиографических, прозаических книг Андрея Вадимовича, и вот мне очень понравился один там фрагмент, значит, Макаревич объясняет, почему его не любят, почему он не любит, когда его узнают на улицах. Я вот, например, вот очень люблю, когда меня узнают, да, вот идешь по Олбнинску, а ты, о, а вы не Павел Петрович, но меня никто не узнает, понимаете, а его, значит, узнают все, но он не любит, насмешка судьбы, вот, и я, конечно, так шучу, это совершенно не панацея, значит, и вот он объясняет без всякого, как мне кажется, кокетства, иду, говорит, я воскресным утром по продовольственному рынку выбираю всякую с ней, там вечером друзья должны приехать, вот, надо их чем-то угостить, и тут, значит, меня узнает женщина в возрасте, которая подходит, ну, и начинает, естественно, выражать свою благодарность, там, за творчество, и текст примерно такой, что, Андрей Вадимович, вы знаете, вот мы всей семьей слушаем ваши песни, мы даже не всей семьей, всей династией слушаем ваши песни, потому что мы уже и, значит, и детей на ваших песнях вырастили, и внуки уже на ваших песнях растут, и вот у нас в доме, значит, везде висят ваши фотографии, на холодильнике висят магнитики с вашим изображением, значит, первые книжные полки отданы ваши мемуары, значит, и вообще муж собрал, значит, полную антологию всех ваших альбомов, альбомов на всевозможных носителях, и, значит, и вообще у нас в доме, сказала она, круглосуточно звучит ваша музыка, И вот, когда Макаревич уже готов был окончательно расплыться в умилении, она добавила ваша и еще Славочки Добрынина. Поэтому, может быть, вы знаете, и хорошо, что не узнаете. Небольшой плюс. Путь к вершине мира, труденный долг, Время хороший врач, но хреновый косметолог, Мимо в углах твоей избы притаился позор. Я не могу тебе помочь, Здесь каждый сам себе режиссер. Я думал, жизнь последствия принятия микстуры, Но все твои картины оказались списаны с натуры. Утренние новости Сразу у тебя в голове Если у тебя нет женщины, То, значит, у кого-то их две Города и числа Неча течет Под лежачий камень Вода не течет Постучи в ворота И тебе отопрут Ты знаешь, по-моему, Твоим я занялся Царь водокруг Друг, забей косяк И раскурим трубку мира Я хочу увидеть, как сгорает трубку мира Он долго нам служил Тибери, мой баран, покой Я думал, он великий И оказался он совсем такой Пока мы разжигали войну в своей постели Здоровый дух курил в моем здоровом теле Я знал, что он сефисту никогда не научится стрелять Поэтому я вышел из окна И пошел погулять Города и числа Неча течет Под лежачий камень Вода не течет Стучи в ворота И тебе отопрут Ты знаешь, по-моему, в твоей руке завез Царь водокруг Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо Спасибо Нынче такая стоит пора В небо стреляют прожектора Детство уснуло еще вчера Кажется, будто пару часов назад Издалека пароходный вой Газ не цветило над головой Ветер играет сырой листвой Пылью дорожной Мои полны глаза Пристань река посреди камней Мы ловим свое отражение в ней С виду мы стали чуть-чуть умней Глубже гопниты и дым развеется Так же красиво горит огонь Теплую стала твоя ладонь Чайка парит над большой водой Так хорошо, что даже не верится В ночь из дома выйду я И сам себе завидуя Вдруг воскликнул Господи Дай оглядеться Через моры крови я Быть счастливым вправе я Босиком по городу Моего детства Время стирает границы слов Мне не хватает привычных слов Выразить то, что сказать готов И по Богу, и без повода Детское эхо в тиши двора Волосы мамы из серебра Женщина из моего ребра Где-то придет скоромыслом поводу В ночь из дома выйду я И сам себе завидуя Вдруг воскликнул Господи Дай оглядеться Через горы крови я Быть счастливым вправе я Быть счастливым вправе я Босиком по городу Моего детства Нынче такая стоит пора Нынче такая стоит пора Детство, детство, нынче такая стоит пора, нынче такая стоит пора, детство, детство. Спасибо.